Здравствуйте! С вами Светлана и Александр. И сегодня у мужа было желание снять видео. Возможно, кому-то оно поможет. А возможно, кому-то и мне уже. Но сразу хочу сказать, что лично мы ничего против компании Мегафон не имеем. Хорошая компания. Услугами компании Мегафон мы пользовались много-много лет. Сколько лет мы пользовались? Ну, от Рождества Христова, в общем, все время мы пользуемся Мегафоном. Сколько? 5, 10, 20 лет? Я так даже не вспомню. Но сколько у нас есть интернет? Лет 12. Ну, не 12, может быть. Но сколько мы пользуемся интернетом? Вот у нас вот такой приборчик был. От Мегафона. Называется модем. До этого он был похож, но там 2G, что-то это 4G. Со временем мы все улучшали, покупали, покупали. Платили им. В общем, тариф у нас был ночной безлимит. Сейчас по Мегафоновским меркам это для модема самый дорогой. Ночью у него безлимит, без ограничений можно пользоваться. А днем ограниченный лимит там 40 или 80, сколько? Гигабайт, мегабайт. В общем, особо я в этой подробности не вдаюсь. Мне главное и Светлане, чтобы мы могли этим пользоваться. Но сразу хочу сказать, что очень удивительно по поводу ночного тарифа. Он безлимит, но ночь в Мегафоне, а возможно у других мы просто не пользовались, начинается с часу ночи. Ну, не с 12, не с 11 часов. Полноуния? Ой, полно... Полночь. Да. Полночь наступает в 12 часов. Но никак не в час. Да, у них. И действует до 7 утра. То есть в 6 утра у них считается ночь. Но я, конечно, ни разу ни от кого не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, там, я сегодня проснулся в 6 часов ночи. Даже в 5 часов никто говорит, что в 5 часов ночи. Все говорят в 5 часов утра, в 6 часов утра, да, гимн играет, куранты бьют, в 6 часов утра. Но у них считается это еще ночь. Зато начинается это с часу ночи. Так в чем претензии у вас? Да претензии мы еще дойдем. Очень это удивительно. А в общем, пользуясь много лет мегафоном, модемом, нам постоянно, буквально ежемесячно, один или два дня не хватало трафика. Ну, как бы мы с этим смирились. День-два можно потерпеть, без интернета посидеть. Тем более, у них есть замечательная опция. Там платишь, ну, сейчас, раньше меньше было, сейчас 250, по-моему, рублей. Платишь, и тебе продлевают, там, 5 гигабайт дают. И ты, в общем, почту посмотреть можешь, там, картинки какие-то открыть. Больше ничего. Но работать? Да. Ну, день-два – это нормально. И вот много-много лет мы пользовались мегафоном. Хочу сказать, что нам нужен интернет для работы. Не просто там перелистывать что-то, смотреть какие-то фотографии. Для работы нам нужен интернет. Поэтому он должен быть быстрый. И он должен нам как-то хватать. Быть постоянным. Ну, да. И так, что один или два дня в месяц нам постоянно не хватало интернета. Мы с этим смирились. Ладно уж, так как мы постоянные пользователи, мы с этим смирились. Но этим летом нам не хватило две недели. За две недели нам отключили интернет. Ну, естественно, мы пошли разбираться в компанию, в наш офис. Там, где мы оплачиваем. Ну, что-то нам там рассказали сразу же. Сказали, ну, это значит, просто вы пользовались в этом месяце больше. Ну, честно говоря, ну, так резко возрасти наши просмотры, но не могли. Да и мы обычно пользуемся одинаково. Если у нас не хватало день или два в месяц, то оно так всегда и было. Мы с этим смирились. А тут две недели. Ну, в конце концов, пообещали они разобраться, менеджеры. И действительно, дальше у нас шло как по маслу. То ни день, то два не хватало. В общем, было все нормально. Пока не наступил ноябрь. В ноябре месяце у нас интернет отключили за 12 дней. То есть 18 дней мы пользовались, 12 дней мы пользоваться не могли. Ну, сами понимаете, без интернета, ну, это не жизнь. Мы заплатили 250 рублей, чтобы нам добавили там эти гигабайтов сколько-то, чтобы мы хотя бы в почту залазили. Просматривали почту. Да. Но! Но! Мы в ноябре написали письмо, претензию в головной офис Мегафона. Что просьба разобраться, как так, почему. И нам пришло письмо. Это еще в ноябре месяце было. От Мегафона. Такое официальное письмо. Только из Брянска почему-то. Ну, возможно, там центральный офис. Хотя здесь написано северо-западный филиал, город Санкт-Петербург. Но письмо пришло из Брянска. Ну, несповедим пути Господня, наша почта. И почему? Ну, обратный адрес Брянск. На двух листах. И если честно говоря, вот почитать это письмо, одна вода. Кроме того, что фамилия, имя, отчество, уважаемая Светлана Евгеньевна, и с уважением менеджера по федеральной работе с претензиями, конкретики здесь никакой. Вроде написано много, но если почитать... Но причина нехватки интернета какой указали? Никакой. Ну, то, что вы просто много пользуетесь интернетом. И все. И все. Но мы можем... Это нам и в офисе сказали, что вы, по-видимому, много использовали в ноябре. Да, но мы можем день, два, а то и три вообще не заходить в интернет, так как нам по работе это не нужно. Да, видео выпустили, с утра видео выпустили, и все. И все. И больше мы там не бываем. А уже переросло в систематические нехватки. Две недели пользуемся, две недели интернета нет. Такое бывает. Я понимаю, может быть, и бывает, девочки. Если, как нам объяснили, вы скачиваете видео. Мы видео не скачиваем. Мы работаем на компьютере, не связанном со скачкой видео. Нет. Потому что, когда скачивают видео, когда скачивают музыку, интернета поглощается больше. Но у нас работа не с этим связана, поэтому непонятно. Но самое интересное в этом письме, здесь в конце, последний пункт. Уважаемая Светлана Евгеньевна, в качестве благодарности за наше долголетнее с вами сотрудничество, они признают, что мы очень долго с ними сотрудничаем, мы возвращаем на ваш лицевой счет 250 рублей. То есть, те 250 рублей, которые мы заплатили, чтобы мы нам пользовались интернетом, нам их вернули. Но! Нет, нет, нам их вернули. Все, в ноябре месяце нам вернули. Спасибо, Мегафон, что хоть вернул. Хотя, это говорит о том, что, я думаю, они признают. Признают, хотя в письме это не написано, что что-то там было не так, какой-то сбой или чего-то. Согласитесь, что две недели без интернета, две недели пользуются, две недели нет. Платим за месяц, пользуемся две недели. Ну, как бы это, платите вы за килограмм хорошего парного мяса, а получаете только полкило. А вам дают полкило. Так и вот, наступил декабрь месяц. Декабрь месяц. Анекдот продолжается. Проходит две недели, и опять интернет у нас включается и пишут. У вас израсходов он трафик, пожалуйста, оплатите еще 250 рублей, чтобы продолжить. Идем мы в офис. Здравствуйте, говорим. Это опять мы там, нас уже узнают, конечно. Ну, не писать же опять претензию. Мы говорим, так и так, мол, опять отключили. К тому же у нас еще 250 рублей со счета сняли. Те, которые нам вернули, тут же их сняли. Их сняли. Их сняли. Оказывается, не спрося нас, ну, интернет, мегафон интернет, какую-то опцию там подключил. Ускоренный просмотр или ускоренный что-то показ. Зачем? Почему? Короче, когда у нас отключается израсходованный интернет, нам подключают функцию подключения. Если есть на счете деньги, то подключается интернет, и эти деньги уходят в ускоренном прогрессе. И вот эти 250 рублей, 250 рублей, менее, чем за день снялись. То есть, я не пойму, если в день по 250 рублей платить мегафон... В месяц это сколько? Да, это сумасшедшие деньги, да. Так вот, в конце концов, получается, что мы платим деньги за месяц, получаем интернет только две недели. И у меня, наверное, зрители успели заметить постоянные, у меня терпение огромное. В связи с моей работой у меня огромное терпение. Да, психологу, психологу... Терпение нужно. Требуется выслушать людей, разных людей, разных проблем. Получается так, что все, уже как бы потолок терпения наступил, и я мужу говорю, разрываем контракт с мегафоном. Просто уходим. Потому что это неуважение клиентов, а неуважение клиентов зачем себя навязывать, правильно же? Если тебя не уважают, если тебя обманывают, а я, может быть, со мной не будут согласны, и зрители, и там владельцы мегафона, но я так думаю, что нас обманывают, не уважают. К тому же в письме нет прямых доказательств, что мы действительно перерасход. Если вы так говорите, напишите, такого числа, столько, 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 и вот у вас израсходовано. За две недели вы израсходовали. Так вот, терпения уже переполнены, с мужем обсуждаем, как найти нам других поставщиков интернета, с кем сотрудничать. И мы приходим к тому, что нам добрый друг подсказал, подключитесь к скалинку. Тем более, акция была до 31 декабря. Ну, 31 декабря уже прошло, поэтому можно рекламировать это, уже акция закончилась, да. Вечером, обсуждая это с мужем, потом я перезваниваю другу... Знакомому. 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 Другу. И обсуждая какие-то там по работе... Моему другу, ее знакомому. Ну, да, как в общем. И обсуждая по работе какие-то дела, у меня накипело же, и я выливаю на него свою проблему с интернетом. Он меня замечательно выслушал и говорит, Светлана, какие проблемы? Есть замечательная компания, сканлинк, она подключает интернет, интернет замечательный, скоростной, проблем у вас не будет. В моделях, по моделям, просто нам не хватает. Да. Так вот, мы позвонили сотрудникам сканлинка, сказали, что вот у нас такая проблема, что нам с другими компаниями не везет, и если у вас та же система работы, тогда лучше не приезжайте, не ставьте, и вот чтобы не было опять вот этого всего. Сотрудник сказал, что он приедет, он сначала все проверит, как идет интернет, где он лучше идет, где у нас кабинет, и... И все это бесплатно. Да, и будет ли в этом кабинете интернет поддаваться лучше? За вывестный приезд, платить не надо. Или, может быть, там вот, он когда приехал, он попробовал в гостиной, в гостиной шел интернет хорошо, он говорит, давайте вот в другую комнате попробуем, я говорю, что там детская, там интернет нам не нужен детской. А вот, тогда попросил его пройти в кабинет и попробовать в кабинете, как интернет идет. Он попробовал там, ну, все свои манипуляции сделал, интернет замечательно идет. Я оставила уже мужа сотрудника, как бы свою женскую я выполнила часть, узнала, разузнала, и все, и удалилась, и уже муж. И вот, установили нам роутер за 1 рубль плюс 3 месяца оплаты до 1 апреля. Да, за 3 месяца надо вперед оплатить. То есть, за 3 месяца мы сразу оплатили, теперь пользуемся. Ну, первое впечатление хочу сказать по загрузке видео. До... с мегафоном, модем, у меня видео, ну, 15-27 минутное, загружалось практически 45 минут, час, загрузка, да, на YouTube. Сейчас то же самое видео, буквально 2-3 минуты грузится. Разница огромная, огромная разница. Пока не будем хвалить Skylink. Но уже как бы разница ощущается. Поработаем, в будущем расскажем вам. Да, получается как, мы заплатили вперед за 3 месяца. За 3 месяца, это в месяц оплаты идет 1000 рублей. За 3 месяца вперед, это 3000 рублей. У этой компании идет вот... Мегафон, мы не прощаемся с тобой, не прощаемся. Мы пока говорим до свидания, все возможно. Возможно, у вас изменятся тарифы, возможно, у вас будет лучше трафик, больше гигабайт вы будете давать. Возможно, у вас круглосуточно будет без лимит. Мы, возможно, к вам вернемся. Мы с вами очень давно сотрудничали, очень много и успешно сотрудничали. Но, вами, вами, мы недовольны. Но, минуточку, это у нас не хватало интернета через ноутбук. Да. Есть такая услуга на телефон идет. На телефон и планшет идет без лимита. Неудобно с телефоном нам работать. Это кому как. Нам неудобно. Кто-то очень замечательно и монтирует, и все через телефон и планшет. Нам неудобно. Лично нам. Понимаете, кому как. Вот. Но у мегафона есть такая услуга безлимитная. И днем, и ночью на телефоне и планшете. Так как мы не работаем на телефоне и планшете, именно вот залив и обработка видео. И по работе мне неудобно через телефон. Там нет. В общем, гудбай, мегафон. Как там реклама идет? Гудбай, да? Гудбай, мегафон. Здравствуй, Солин. Девочки и мальчики, я хочу вот у вас спросить. Ну, не все блогеры, но возможно кто-то работает и нужен интернет. Чем вы пользуетесь? Что у вас хорошо подает интернет? С какой компанией вы работаете? И, ну, что вы можете там посоветовать или свою маленькую историю написать? Всегда рады с вами общаться. Пока-пока. А с вами была Светлана. И я, Александр. Субтитры сделал DimaTorzok.